Здравствуйте! Это новости в студии Евгений Нифанов. Смотрите сегодня. Зерно без фонда. Надобность в нем сегодня отпала. Как изменятся цены на хлеб из-за нововведения? Люди без жилья. Год настал. Нашему сыну уже год. Мы продолжаем снимать квартиру. Кто обманул очередных пайщиков? Рыбаки без улова. Я вот это отдых обнагиваю. Душевный отдых. Почему популярное хобби сейчас опасно для жизни? А также выставка пушистых и ушастых, маленькая красавица и новости спорта. Сегодня стало известно, что в пятницу в Омске с рабочим визитом побывает министр сельского хозяйства России Николай Федоров. На этом фоне горожан взволновала информация о возможном повышении цен на хлеб. В нынешнем году по решению областного правительства региональный фонд «Зерна» формироваться не будет. Однако именно он многие годы позволял сдерживать стоимость хлебобулочных изделий. Означает ли это, что теперь цены расти будут как на дрожжах, выясняла Марина Бугрова. За последние 10 лет Омская область оказалась единственным субъектом, где работал региональный фонд «Зерна». Надобность в нем сегодня отпала. С 2015 года фонд региональный заменится интервенционным. Сбыть урожай сюда может любой сельхозтоваропроизводитель. В этом, пожалуй, главное отличие от регионального фонда «Зерна», который в области создали еще в начале 90-х для поддержки крупных бизнесменов-хлебопеков. По сути, регфонд был призван сдерживать рост цен на хлеб основных сортов. Хлебопеки при этом не получали прибыли. На производстве хлеба в Омске почему-то всегда было не принято зарабатывать, делится владелец сети «Провиант». Мы, я думаю, что совершенно независимы от этого фонда. Мы покупаем в рынке муку по рыночным ценам. Поэтому, как и все не очень большие производители, мы ориентируемся на рынок. И поэтому каких-то специальных отдельных наценок, которые не входят в категорию рыночных отношений, мы не делаем. У Дмитрия Ермилова, он владелец сети «Пекарин ням-ням», мнение противоположное. С исчезновением регионального фонда «Зерна» бизнесмен боится потерять клиентов. Особенно в случае неурожая, не будет никаких резервов для того, чтобы стабилизировать цены на рынке, урегулировать спрос. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области считают, что использовать зерно Государственного интервенционного фонда намного выгоднее. В случае, если понадобится нам зерно, а оно закупалось по фиксированным ценам, те сельхозтоваропроизводители, которые реализовали зерно в интервенционный фонд, они могут его также выкупить по тем ценам, по которым они его продавали. Сейчас в регионе проводятся закупочные интервенции зерна этого года. Товаропроизводители уже реализовали 63 тысячи тонн. Между тем, на элеваторах области хранится урожай прошлых лет. Однако, как долго запасы помогут сдерживать цены как на хлеб массовых сортов, так и на хлебобулочные изделия, неясно. В ведомстве уверены, до Нового года стоимость главного продукта останется прежней. Марина Бугрова, Андрей Кузьмин и Даниил Паршин. Антенна 7. К другим новостям. Генеральный директор Омского научно-производственного объединения «Мостовик» Олег Шишов пробудет в СИЗО до 13 января 2015 года. Такое решение вынес басманный суд Москвы. В минувшую пятницу он избрал меру пресечения соучредителю крупнейшей омской строительной компании. Олега Шишова подозревают в причастности к хищению около 2 миллиардов рублей при строительстве океанариума во Владивостоке. Ранее в Омске в отношении бизнесмена уже возбудили три уголовных дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Уклонение от уплаты налогов», «Невыплата заработной платы». 12 ноября гендиректора «Мостовика» поместили под домашний арест без дополнительных мер ограничения свободы. А в ночь с 18 на 19 ноября Олега Шишова задержали сотрудники силовых структур и этапировали в Москву. Работники «Мостовика» не остаются в стороне от происходящего и уже заявили, что в поддержку своего директора проведут массовые пикеты. 25, 26 и 28 ноября с 12 до 14 часов у областной научной библиотеки имени Пушкина о проведении пикетов люди уже уведомили администрацию Омска. Юбилей Омска в третьем настройке восклицают с плакатов пайщики ЖСК «Центральный-1». В сквере напротив городской администрации они устроили санкционированный митинг. Требований нет, только просьбы десятков и мячей помочь им. Молодая чета Пранкевич купила квартиру в центре Омска в 2012-м. Все подаренные на свадьбу деньги потратили на жилплощадь. Планировали именно к новой квартире растить сына, который был еще только в планах. Дом должны были сдать в конце этого года. Год настал. Нашему сыну уже год. Мы продолжаем снимать квартиру, сводим концы с концами. То есть жить нам негде. Плюс ко всему нас кормят просто непонятными какими-то сказками. Дома нет. Дом строить не планируют. Где нам жить, мы не знаем. Речь о недострою в центре города, на улице Маяковского. Первую очередь этого жилого комплекса благополучно построили и сдали. Но затем все остановилось. Ведь разрешения на строительство попросту нет. Да и договориться с жителями частного сектора, которые должны пойти под снос, не могут. О проблемах пайщиков мы уже рассказывали в наших выпусках. А недавно там и вовсе произошла трагедия. Устав жить на стройке, одна из жительниц частного дома покончила с собой. Люди выступили на улице, отпросившись с работы, чтобы хоть кто-нибудь из чиновников откликнулся на призывы. К пайщикам ЖСК «Центральный-1», однако, никто не вышел. Как же рядом же, проезжая по центру города, наверняка все наши руководители в центре города и живут-то, и проезжают, и неоднократно видят. Наверное, хихикают где-то там. Хе-хе-хе. Вот они, дурачки. Просто нам обидно, что мы платим налоги, ходим на выборы, голосуем за кого-то, доверяем людям руководить. Ах, с нами даже не хотят встречаться. В Омске прошел второй Координационный общественный совет при мэрии по вопросам благоустройства и озеленения. На первом участники решили создать концепцию, чтобы город вновь приобрел статус сада. Для этого специалисты уже разработали дендропланы, в которых прописано, какие цветы и деревья в каких количествах и где будут высажены. О проектах расскажет Светлана Урванцева. Эти саженцы березы на улице Конева вместо подснежников. Лунки засыпают землей, сверху укроют снегом для тепла. Рабочие сейчас делают зимние посадки. Так как деревья высаживают сразу с комом земли, их корни не повреждены и приживаемость составляет 90%. На самом деле, такие саженцы приживаются и при морозе до минус 15 градусов. Поэтому агрономы даже поздней осенью занимаются озеленением города и активно коронируют старые деревья. У нас утверждена концепция развития города-сада, как согласно модели город-сад. И в эту концепцию входит одно из направлений – это произвести замену физически и морально устаревших деревьев. Старых, суховершинных, аварийных деревьев, которые переспели деревья. И взамен высадить нормальные породы деревьев. Поэтому меньше деревьев в Омске не станет. Главное – не посадить дерево, а вырастить его. Чтобы рассказать, как это сделать, провели специальный совет. Здесь заинтересованные жители смогли ознакомиться с выписками из планов благоустройства, чтобы знать, например, на каком расстоянии от дома могут находиться деревья и где взять саженцы. В рамках концепции озеленения уже представители власти планируют возродить некоторые омские парки. Сейчас мы ведем разговор о том, чтобы парк 300-летия Омска, который имел такое звучное название, но в течение 7 лет не имел никаких движений. Сейчас мы отрабатываем эту концепцию и считаем, что мы успеем за ближайшие полтора года там провести определенную работу и он обретет уже основные черты парка. Также в ближайшее время планируется создать студенческие скверы, помогать благоустраивать которые будут в том числе ученики вузов. Эту возможность также обсудили на совете. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Артем Колесников, Антенна-7. О городских происшествиях в центре Омска прорвало трубу с горячей водой. Как сообщил в редакцию Антенны-7 телезритель Дмитрий, авария произошла сегодня около 12 часов 30 минут в одном из жилых домов рядом с перекрестком улиц Кемеровская и Волховстроя. Кипяток бежал прямо на проезжую часть, это создавало затруднения для автотранспорта. Видимость из-за пара на месте была не более метра. ЧП спровоцировало две большие пробки по направлениям от перекрестка. В Татарстане спасли всех рыбаков, которые несколько часов дрейфовали на отколовшейся льдине. Это произошло вчера на берегу реки Кама. Любители подвлёдной рыбалки много и в Омске. Лёд ещё не прочный, а рыбаки уже на месте. В Крутинском районе один человек уже провалился под лёд, его тело так не нашли до сих пор. Что движет людьми выйти на лёд и как проверить его прочность, ответы искал Денис Ионос. Переход по льду запрещен, но ни рыбаков, ни сотрудников МЧС, и уж тем более ни нашу съёмочную группу, это не останавливает. Если одни на льду ради удовольствия, то мы по долгу службы. Мёрзнут, но бурят лунки. Подлёдная рыбалка удовольствие сомнительное, может показаться прохожим. Скорее опасное, говорят сотрудники МЧС. Лёд может быть тонким. Верим только фактам. Просим измерить толщину льда. В теории лёд должен выдержать и группу рыбаков, и их снаряжение. Вот только сантиметры не главное. Внимание следует обратить на цвет замёрзшей воды. Она тёмно-серая. Наиболее прочный лёд, это когда он прозрачный, с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лёд матовый, он в два раза слабше. Лёд, который тёмный или имеет жёлтый цвет, очень самый непрочный, он проваливается сразу же без предупредительного потрескивания. И тут мы замолчали, прислушиваясь к окружающим звукам. А рыбаки, глядя на эту картину, ехидно улыбнулись. Мужики выходят на лёд любого цвета. Удовольствие превыше всего. Такой рыбалки ждут весь год. Владимир Иванович уже вторые выходные на этом месте. Весь улов отдаёт кошке. И сам рад, и питомец сыт. Для себя я вот это отдыхом называю. Душевный отдых. Вышел на лёд, посидел, подышал воздухом. И всё же рыбак понимает, лёд непрочный, поэтому своё место оснастил такой подложкой, которая не тонет. Такое трепетное отношение к морозному удовольствию понимает и начальник МЧС по Омской области Владимир Корбут. Бороться с рыбаками бесполезно. Можно только в очередной раз посоветовать быть аккуратными. К тому же все они рыбаки со стажем. Места изучены и ими, и сотрудниками. Рыбаки бывалые уже знают это место. И здесь не бывает промоин и подталин. Не бывает. Если метров 150 уйти в сторону, то там уже различные подмывы льда, проталины. И там уже, вы видите, ни одного рыбака. И даже ни одного следа нет рыбака, потому что они знают, что там опасно. Клёвого-клёво и неподъёмного в сумме улова желают Денисуонос и Александр Филиппов. Антенна 7. Белый великан, венский голубой, рекс – всё это породы кроликов. Выставка пушистых и ушастых прошла накануне в экспоцентре на закрытии агровыставки. Каждого из живых экспонатов на месте осмотрел ветеринар. Что называется, от кончика одного уха до кончика другого. Посмотрел жировую прослойку, меховую корону. Каждая порода имеет свои стандарты. На всех кроликах завели карту, похожую на медицинскую. Игорь Фёдоров. Кроликовод со стажем выращивает и редкую породу – рекса. Таких кроликов ещё называют плюшевыми. Мех дорогой, но, конечно, несравним с норкой. В пределах тысячи рублей за шкуркой. Актуальная тема – морозы, когда на улице почти минус 30. Основа бизнеса кроликовода – диетическое мясо и ценный мех. Естественно, есть свои любимцы. И в основном таких кроликов я стараюсь всё-таки продать на племя. То есть для того, чтобы в дальнейшем люди ими пользовались, получали потомство. И естественно, жалость есть. Но в первую очередь это бизнес. У хоккеистов «Авангарда» пора выездных матчей с лидерами Восточной конференции. Сегодня мячи играют в Магнитогорске с Металлургом. И этот матч, как и остальные сегодняшние встречи, начнётся с минуты молчания в памяти легендарном тренере Викторе Тихонове, с чьим именем связаны многие победы советских хоккейных команд. Он умер сегодня ночью на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Ну а теперь о сыгранных матчах. В субботу ястребы сразились в Казани с Акбарсом. Уступили 2-4. В нашей команде дважды отличился Денис Паршин. Хозяевам площадки явно сопутствовала удача. Решающие события произошли в начале третьего периода, когда Паршин забросил свою вторую шайбу в игре и восстановил равновесие. И буквально следом «Авангард» наказали за нарушение численного состава. Акбарс воспользовался возможностью выйти вперёд и гол на счету Александра Свитова. Четвёртую шайбу казанские хоккеисты забили уже под занавес матча и в пустые ворота. «Шесть игроков получилось. Вот, в принципе, наверное, это и сыграло. Так, конечно, в принципе, равная игра, достойная двух соперников. Вот. Ну, чуть-чуть не повезло». Спортсмены из четырёх стран завоевали медали девятого открытого турнира по грекоимской борьбе в памяти заслуженного тренера России Юрия Крикухи. А мячи одни из лучших – две золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды. За схватками на двух коврах следили Владимир Истомин и Александр Филиппов. «Три медали наши ребята выиграли в категории до 75 кило. Победитель студент Сибгувка Гор Саюнц самую яркую победу одержал в четвертьфинале. Красивым броском он выиграл у борца из Сербии. Решающие победы в категории были волевыми. Специальными призами отметили о мячей призёров, завоевавшего серебро Максима Фукина и бронзового медалиста Романа Савастьянова. Уверенно выиграл золотую медаль лидер сезона в нашей команде Алексей Мищенко. Бронзовый призёр чемпионата России большинство своих схваток выиграл досрочно, в том числе и финальную. А всего в решающих поединках боролось пять. А мячей серебряные награды завоевали серии Каспанов и Адлет Тюлюбаев. Для меня очень значимый турнир и для всех борцов Омской области. Очень сильный турнир. Боремся на нём, выкладываемся полностью. Ну, работаем в основном в стойке сейчас по новым правилам. Борьба ярче стала. А мячей лидеры в командном зачёте две золотые медали завоевали также атлеты Новосибирска. По одной главной награде выиграли спортсмены из Тюменской области, Красноярского края, Казахстана и Кыргызстана. Борцы из Сербии не дотянули до золота совсем немного. Драгон Дешич стал серебряным призёром соревнования. Очень хороший турнир. В каждой схватке я черпал какие-то новые нюансы мастерства и становился более искусным борцом. Золото сербы пообещали завоевать в следующем юбилейном соревновании. Но сделать это будет непросто. Организаторы турнира планируют собрать ещё более мощный состав участников. Владимир Стомин, Александр Филиппов, Антенна Силь. И последняя 11-летняя амичка Екатерина Соломахина стала победительницей одной из номинаций на Международном детском фестивале искусств и спорта в Сочи. Дети от 5 до 17 лет соревновались в 7 конкурсах. В вокале, хореографии, моде, театре, в конкурсе индивидуальных выступлений, в спортивных соревнованиях и в конкурсе дебют. В конкурсе моды одной из омских агентств получила гран-при в номинации «Театр моды» за коллекцию одежды «Весёлые морячки» от дизайнеров Алии Гайсина и Татьяны Яковенко, а Екатерина Соломахина забоевала первое место в мини-мисс «Кинотаврик». Еще две амички получили дипломы в номинациях «Мисс Улыбка» и «Мисс Обаяние». Предлагайте новости по телефону редакции 308-058. Сообщение оставляйте на автоответчике. До встречи! Продажа однокомнатных квартир-студий площадью от 28 квадратных метров в строящемся доме по улице Малиновского. Цена от 900 тысяч рублей. Ипотека. Телефон 910-358. Слышите? Слышите? А вы слышали? Пришло время поверить в чудеса. Новогоднее волшебство в каскаде. Совершайте покупки от 1000 рублей и выиграйте новогодние круизы по морям и океанам. Подробности в каскаде. Вы готовы к тому, что ваш доход будет пожирать инфляции? Ее ведь не покроет ни один банковский процент. Вам страшно открывать что-то новое? Но ведь терять старое еще страшнее. Кстати, как насчет трейдинга? Инвестиций. Вы видели сегодняшние котировки? Ведь мастерство управления деньгами приходит не сразу, но дайте себе шанс. Норковая шуба! Всего 16 тысяч рублей. Меховая ярмарка «Славянский базар». ТК «Гулливер», второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова